Добрый день, дорогие друзья! Сегодня кофе со вкусом Чернобыля в гостях у моего отца Валентина Ипполитовича Кубнова. И сегодня мы поговорим о первых энергетических реакторах АМБ на Белоярской атомной электростанции, которые пускались в начале 60-х, в 64-м году был пуск первого блока. Поговорим о преимуществе. Почему именно с ядерным перегревом пара хотели начать атомную энергетику, энергетическую? Почему это не получилось? Наверняка коснемся и БН-600, потому что как говорить о Белоярской атомной и не поговорить о БН? Ну, так не бывает. Ну и скорее всего затронем атомную энергетику вообще. И в Украине в частности. Приятного просмотра. Итак, сегодня поговорим о АМБ, канальных реакторах на Белоярке, первые блоки. Ну, первое, что надо сказать, что пустились мы в 64-м году, а постановы в полсотни в восьмом году были. То есть начали проектировать в конце 50-х годов. И Белоярка, это была первая атомная электростанция гражданская, промышленная, не военная. Параллельно с Белояркой Воронеж строился. Но мы пустились на полгода раньше Воронежа. То есть Белоярская атомная, первая в Советском Союзе. Как начиналась эта атомная электростанция? Постепенно отступил, сдался Уральский лес. ДАС начиналась Белоярская атомная. Монтируется реактор. Устанавливаются стояки для рабочих каналов. Ведется графитовая класса реактора. Вот он, где надо соблюдать чистоту. Реактор Белоярской станции представляет собой дальнейшее усовершенствование реактора первой в мире атомной станции. Он также водно-графитовый. Его тепловая мощность 285 тысяч киловатт. Основные его части — графитовая кладка. Рабочие каналы. Активная зона реакции. В ней примыкает графитовая отражатель. Он снижает утечку нейтронов из активной зоны. Графитовая кладка заключена в стальной кожух. Геологическая защита из графита, чугуна, воды и бетона окружает реактор со всех сторон. Отвод тепла из реактора производится кипящей водой и паром в испарительных и пароперегревательных каналах. Вот испарительный канал в разрезе. Трубку с водой окружает уран. Тепло, выделяемое при делении ядер урана, нагревает воду. Образуется смесь воды и пара. А это пароперегревательный канал. В нем происходит перегрев пара. Достигнутые на Белоярской электростанцию высокие параметры пара дали возможность применить серийные. Турбину, генератор и вспомогательное оборудование турбинного цеха, выпускаемое советской промышленностью. Создание Белоярской атомной электростанции – новый шаг в решении важнейших инженерных и научных проблем атомной энергетики. Ну, на мой взгляд, совершенно правильно все делалось. То есть, весь мир кипящая и водоподавление – корпусные реакторы. Поэтому в Союзе Воронеж пошел как корпусной реактор. А Белоярка, продолжение промышленных военных реакторов, они графитоканальные. И за рубежом, кстати, тоже так же. Параметры, на мой взгляд, тогда, когда мы пускались, я про это не думал совершенно. А, неправильно. Я Белоярку выбрал потому, что там были энергетические параметры пара. То есть, я думал про это. Так вот, корпусные реакторы и атомная энергетика сейчас действующие – это, как энергетики говорят, и я до сих пор так говорю, это банопаратичные параметры. Низкое давление и насыщенный пар. На Белоярке попробовали в атомную энергетику внедрить энергетические параметры. Подожди. Сначала я хотел бы спросить, чем отличаются графитовые, вот как говоришь, промышленные военные от графитового энергетического? Параметрами. Параметрами отличаются промышленные реакторы, они охлаждаются водой до кипения. То есть, без пара? Да, без пара, да. А эти гражданские реакторы, они, естественно, пар должны вырабатывать. Либо насыщенные, я повторяюсь, как в атомной энергетике сейчас, во всей атомной энергетике, насыщенный пар, либо на Белоярке была попытка сделать нормальные энергетические параметры. Были у нас параметры 90 килограмм 535 градусов. Это были стандартные параметры на тот момент в атомной энергетике. Поэтому попытка нормальная, то есть не попытка, а стремление попытаться сделать атомную энергетику на энергетических параметрах, я считаю, что вполне разумное было решение. Это, поскольку на корпусных перегрев не получится, то канального, канального типа. То есть приблизить параметры к тепловым станциям? Не приблизить те же самые параметры. У нас были те же самые параметры. У нас эти турбины ленинградские, серийные, по 100 мегаватт. Вот это первое, что надо сказать, почему ОМБ пошло. Но и вот в ОМБ у нас и на РБМК оба этих типа реактора пошли без стендовых испытаний, без исследований. То есть сразу пошли. Ну, у нас, скажем, два блока и все. А РБМК сразу, ба-бах, запустили в серию. И все энергетики с этим РБМК хорошо намучились. Потому что РБМК осваивалось в процессе эксплуатации. Ну, мы тоже осваивали эти ОМБ. Значит, по ОМБ основное, что не получилось, это не подобрали топливо. То есть не подобрали мотрицу топлива. Каналы распухали, выходили из строя. Когда я работал, нам просто ставили каналы. А что там в нутрях? Знали те, кто это производит? Ну, может быть, администрация знала. И то вряд ли, я думаю, что... И поэтому у нас очень часто шли каналы с другим топливом. В смысле, ну, с другой матрицей. Поэтому основная проблема была вот в топливе. И тогда так и не смогли подобрать. Оба этих блока, особенно первый блок, он просто замучил нас. Эксплуатацию он замучил. Очень много ДОС. Очень много мы бросали. Мы бросали тысячи кюри. Тысячи. Не одну тысячу. Вот то, что я в 80-м году нашел. Санитары уже устанавливали предел по выбросам. И я уже главным был. Сарай у меня в запись. Сарай у меня звонит, что выбросы больше шести. А, значит, шесть был предел. Шести тысяч кюри. Вот. Надо останавливаться. Ну, видимо, пока мы там занимались остановкой, санитары нам до семи подняли. Ну, и продолжали работать успешно. То есть, в результате того, что топливо не смогли тогда подобрать, блок был очень грязный. И наружу бросал, и сливали мы до балансной воли. Ахольдское болото, оно до сих пор огорожено. Ну, и ДОЗы. ДОЗы персонала. У нас на всяких уборочных работах управление работало. Но все работали. Мы давно, в смысле, администрация станции, еще до меня, уже начала разговоры о том, что надо блок остановить. Когда меня утверждали главным, было две беседы с непорожним. Оба раза я ему говорил, что надо остановить первый блок. Иначе на его фоне БАЭН не смотрится. Станция грязная, БАЭН-то чистый. Репутацию портит. Репутацию, да, да, да. Ну, станция грязная, а кто там будет разбираться, БАЭН или это пачкает пигалка. Но остановили только в 81-м году. Разрешили нам остановить. Зимний максимум мы прошли, 80-го, 81-го. И дальше мы остановили его. В отличие от Чернобыля, на станции просто вздох облегчения был. И все. Ни радости, ни слез, естественно, не было. Ну, да, избавились от проблемы. Избавились. И таким образом вся эта эпопея с попыткой в те времена в атомную энергетику внедрить энергетические параметры кончилась ничем, в смысле, поражением. А зачем вообще энергетические параметры в атомной энергетике? По очень простой причине. ВВРы, которые сейчас, и ПВРы, и БВРы, которые сейчас на этих банно-прачечных параметрах работают, они, КПД у них 30-33%. В тепловой энергетике, в тепловой энергетике 40-45%. 10%. Что такое 10%? Это вот вода, воздух. Это тепло, которое сбрасывается. И идет изменение климата. Очень много сейчас разговоров о том, что у нас изменение климата от СО2. А атомная энергетика тоже самое бросает. Только тепло. Ну, то же самое тепло. Идет повышение температуры на земном шаре. Атомная энергетика бросает на 10% больше тепла, чем тепловая. Тепловая сейчас из-за угля и прочего, из-за СО2, выводится из эксплуатации. Атомная, ну, кое-где расширяется, будем так говорить. В мире общая атомная увеличивается. И, значит, сброс тепла увеличивается. Почему дальше Советский Союз не пошел? Не было промышленности. В Советском Союзе не было тяжелой промышленности. Корпуса реакторов в то время Союз не мог изготавливать. На Ижоре могли изготавливать только вот эти 440 маленькие корпуса. А под миллионник не хватало мощи. Тут не было каких-то... Волонторизм там был, конечно. Вот по РВМК Александров, у меня есть его воспоминания. Где они? Ну, вот тут где-то, не вижу. Александров пишет, как РВМК появился. Хрущев вызвал его со Славским. Надо догонять и перегонять Америку. А где наша атомная энергетика? ВВР на этих 440, ну, медленно очень, жизненько шли. А РВМК сразу миллион пошел. Поэтому он и пошел в серию-то. Без стендов. Как сейчас вот из воспоминаний. Вот. Не хватало ЭВМ. Мощи ЭВМ не хватало. И физика реактора не была просчитана как следует. Поэтому дальше на РВМК все это, эксплуатация бедная, все на собственной шкуре сначала втыкалось, потом пыталось убрать. То есть, усовершенствование проходило в процессе эксплуатации или устранение? Освоение, я не говорю, не надо усовершенствовать. Там не было усовершенствования. Освоение. Освоение этого реактора шло в эксплуатации. Если бы получилось, если бы вот в те времена топливо бы нашли, подобрали бы, то да, это была бы сейчас одна ветка хорошая такая. Такая конкурент, причем хороший такой конкурент для этих аппаратов под давлением, которые и кипящие тоже. Да, но не получилось. А по ядерному перегреву, кстати, работал уже не только Советский Союз. В Германии работали, в Германии вышли даже на какие-то исследовательские стенды, и в Америке работали. Но они дальше не пошли, то есть, ну, тоже не получилось. То есть, подобрать топливо не только у Советского Союза не получилось. То есть, у всех стран в те времена не получалось подобрать топливо. Поэтому Белоярка вот попыталась освоить. И почему, между прочим, вот на Белоярке подобрался очень состав такой, очень хороший. Вот когда я начинал, в 63-м году я начинал когда-то там работать, в СМИНе, у нас в СМИНе было 50-50, энергетики и ребята с подводных лодок, физики, как их называли. Ну, там всякие были ребята, но они уже знали, что такое, щупали, нюкали, что такое радиация. И поэтому у нас не было, что вот кто-то брал верх и говорил, вот мы, скажем, физики, мы главные. Не было у нас такого. У нас в СМИНе, начальник СМИНа был Гринглаз с подводной лодки. Он показывал свою неграмотность в энергетике. Он, конечно, вначале не соглашался, но когда я ему пару раз были случаи, показал, как надо на самом деле, как надо делать, все, после этого у нас все нормально стало. Каждый понимал, где он силен, где он может работать. И так по станции так получилось, не только в нашей СМИНе так, а вот так по станции было. Потому что энергетики у нас во всех этих самых сменах, ну, у нас это вверх-вниз был, то есть вверху блочный щит на 20-й отметке, а мы на 8-й отметке. Так вот, на 8-й отметке обслуживания турбины, ну, всего этого тепломеханического оборудования, как тогда называли, там были энергетики. Мы все были с тепловых станций. А на блочном щитах сидели ребята с атомных подлодок. С атомных, это я просто так говорю, это сленг. Они строили, испытывали, запускали реакторы. Ну, выходили. А как Гнитков? Выходили в этом. Как Гнитков, он же тоже с подводной лодки. Гнитков? Гнитков, да. Поэтому вот так на Белой Арке, ну, хорошо получилось. Хорошо получилось с коллективом? С коллективом, да, хорошо получилось. То есть, и поэтому, кстати, этот коллектив набил шишек и всего на первых двух блоках. Вот. Освоил эти блоки. Они все-таки работали. Вот. Освоил эти блоки. И потом, когда пошла атомная энергетика в Союзе, то с нашей станции брали главных и директоров. И на всех, кроме Воронежа, у нас в Воронеже была особая любовь такая. Там были наши, и сейчас там есть наши ребята, ну, внизу. А на всех атомных станциях были либо главные, либо директор с Белой Арки был. Но сейчас наоборот. Сейчас на Белой Арку отправили директора с Курской атомной. То есть, я уже, ну, взрослеет, мужает, а потом стареет. Вот Белая Арка сейчас в стадии старения. Так и хочется сказать, обмельчал народ. Обмельчал. Так не хочется, я так говорю, обмельчал. Я им говорю это. Потому что, как пускали они четвертый блок, это стыдоба. Нельзя так пускать блок. Полтора года пускали блок. Это додуматься надо. Зато третий. Я тут недавно прочитал, они готовятся до 2040 года продлить. Нет, зато мы третий пустили. Вот, вот. В декабре начали загрузку топлива, а 8 апреля включили в сеть. И все нормально прошли. Все стадии физпуски это. Они физпуску год делали. Два раза. Поэтому, да, народ помельчал. Вот, вот по БН, кстати, по БН, вот, это вот наглядный пример разрыва в поколениях. В 80-м году мы БН запустили, вот, и в 80-м, я боюсь сейчас соврать, но при мне еще до 85-го года мы начали строить БН-800. Ну, я помню, там площадку начали готовить. На площадке там котлован уже был. У меня, кстати, лежит основание 4-го блока. Когда я уезжал, мне подарили. А потом, потом где-то во второй полыни 80-х денег не было. Ну, вообще... Да и Чернобыль же тогда заморозил всю атомную... А, и Чернобыль, я забыл уже про Чернобыль. И Чернобыль был. А в конце этих 90-х денег не было. И в нулевых денег не было. И получилось вот разрыв, скажем, там 15, и тут, они когда пускались, в 14-м году, и тут 10 лет. 20 лет. Одно поколение выскочило. Пришли люди, которые не строили, не проектировали, не делали, не пускали. И тем более, когда я был, 10-11 год, там общался с кадрами, которые пускали третий блок, они не хотели идти на четвертый блок? Да, не хотели. То есть они остались на третьем. На четвертый ушел один Потапов. Поэтому вот этот разрыв в поколениях, это, конечно... Вот сейчас вот 1200, у них есть тоже намечается опять этот разрыв. И поэтому со следующим БНом, ну, тоже будут проблемы. Здесь у нас, в Украине, уже давно ничего не строят. Вот, поэтому перспективы здесь, в Украине, атомной энергетики, они не очень такие радужные. Нет уже людей, единицы моего поколения остались, которые проектировали, конструировали, пускали. Вот, нету. А все остальные, которые сейчас работают, и успешно деньги всякие зарабатывают и прилипают к рукам, вот, они ничего этого не делали. Поэтому вот сейчас разговоры про эти модульные, ну, как в советское время говорили, ну, Запад нам поможет. Может быть, поможет, потому что вот тот же Запад на Хаяте-2 как-то плохо помогает. Это я недавно узнал, но они там опять заткнулись с Хаятом-2. С французами тогда подзалетели, а сейчас с американцами то же самое. Многострадальная площадка ЧАЭС. Вот, но я, кстати, вот, видишь, вот, Белоярская школа, я бы даже не так говорил, школа Невского, вот. Невский, вот, Невский из меня сделал, вот, руководителя, вот. Сейчас вот такого, этого, руководителя такого, его нет ни в России, ни у нас, просто нет. Вот, сейчас на первый план выходят люди, которые умеют деньгами распоряджаться. Управлять финансовыми потоками сейчас это, о, как, престижно. И все рвутся на эти должности. Ну, давай по РБМК. Значит, вот до 1986 года вот эта аббревиатура РБМК, она почти нигде и не вспоминалась. Вот. В прессе везде говорили, советский тип реактора. Вот. Он на самом деле советский тип реактора, больше нигде такого нет. Вот. То есть советский тип реактора. Вот. После 1986 года начали везде, забыли, что это советский тип реактора. Вот. И начали везде говорить, что это РБМК. Ну, у него есть, конечно, преимущества. Во-первых, перегрузка на ходу идет. Вот. Во-вторых, мощность, в принципе, не очень ограничена. Вот. Ингалина. Вот. Она, кстати, никогда не вышла на эти полтора. Вот. Ну, запоректирована как полтора, да. По сравнению с теми 60-ми годами, ну, конечно, сейчас и ТВЛ уже другие совсем. То есть атомная энергетика, как комплекс такой, она, естественно, вот сейчас значительно более грамотная, чем когда начинала. То есть это естественно, вот. Поэтому вернуться, может, это мне только сейчас, вот. В смысле? Может быть, да. Может быть, когда атомная энергетика в мире во всем, во всем начнет действительно на климат влиять, вот. И забудут про СО2, вот. И тогда, может быть, вернуться к канальным с перегревом пара. А скорее всего, если дальше так просто говорить, вот, скорее всего, будет какой-то другой вид энергетики. На эту видную лунию, солнечно-ветровую, но она тоже в базисе может, то есть она не в базисе работает, она вообще непонятно, как работает. Солнышко светит, она работает. Ветер дует. Ветер дует, оно работает. Вот. Поэтому ориентироваться, что это основной вид производства, либо нужны какие-то эти компенсирующие аккумуляторы, еще всякая дребедень. То, что атомная энергетика, я, откровенно говоря, не думаю, что она будет еще, скажем, 100-200 лет развиваться. Ну, слишком опасный тип реактора. Уже не одна страна показала, что это... То есть со временем атомная энергетика все равно сойдет? Да, уйдет, да. Я думаю, что какой-то другой вид. Я специально не называю, и называть не хочу этого яда. Я понял. Да. Но какой-то источник энергетики, конечно, будет. Хоть я и считаюсь там атомной энергетики, но она, ну, очень, очень опасная. Нужен очень высококорресцированный персонал. А где его сейчас взять? То есть сам по себе человек не готов оказался к атомной энергетике? Ну, да, можно и так говорить. То есть не человек, а общество. 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 Общество не готово. Я поэтому с интересом всегда смотрю, там в Африке хотят размещать еще где-то. Ну, во всех разных странах уже были аварии разной степени. Ну, не хватало еще в Африке нам аварий на атомной станции. Вот так вот мы плавно от АМБ, начали с АМБ, закончили нерадужными перспективами атомной энергетики. Нет, почему нерадужными? Нет, ну, привет. Нет, я так не понимаю. Ну, тепловая. Тепловая же сейчас уже куда уходит? Уходит тепловая энергетика. И никто ж не плачет. Ну, не плачет, потому что есть мощности, которые ее замещают. Да. Так же и атомной идет. Тихо, спокойно, как появятся новые, более безопасные. Вот я вот это вот хочу всегда подчеркнуть. Атомная энергетика – это опасный вид производства. Опасный вид производства. И, ради бога, меня всегда возмущает, когда журналисты, когда они с пеной у рта везде говорят «безопасно». Я про украину сейчас говорю. У нас все безопасно, у нас все под контролем. До очередной аварии все это дело. Все безопасно, все под контролем. Сейчас в НАЭКе начинает разговаривать про безопасность атомной энергетики. И человек, который полгода тому назад впервые пришел работать в НАЭК в качестве ведущего программы, что вот атомная энергетика – это конфетка. Ну, я ему, как только он там появился, я ему написал. Я не помню, что он мне ответил. Я один раз посмотрел, что он там пишет, и перестал смотреть. Ну, просто неинтересно. Так вот, такие люди и в Советском Союзе, и вот сейчас внедряют в мозги население «безопасно». Ай-яй-яй, что случилось? Почему Чернобыль так долго не объявляли? А потому что он безопасен был. Это признать, что ты врал, что атомная энергетика безопасна. Боязнь сказать, назвать вещи своими именами. Это и сейчас то же самое. Назначают, это в Советском Союзе не придумали еще. Назначают директором Чернобыльской атомной станции человека, который кончал станкостроение какое-то, станки чего-то там знает. Работал черти где. На Чернобыльской атомной станции был только в кабинете Грамоткина. И его назначили директором. Это сейчас... Это этот кадр. Предыдущий. Предыдущий, да, предыдущий. Он год был директором. В кабмин у меня было, ну, больше чем пять обращений. Что вы делаете? Шмигаль успел его из директоров в администрацию зоны. Ну и что? Он там ничего не знал. Но там было немного денег. Тут побольше денег. Для этого его туда направили. Потому что для того, чтобы организовать работу зоны отчуждения, по обращению с радиоактивными, ну, надо немного понимать, что такое радиоактивные отходы. Хотя бы это. Значит, он другие вещи понимает. И Владу нашему, вот именно поэтому он и нужен там. После этого он себе замов подбирает двух, которые из бизнеса. Дальше идет нарушение уже, ну, эти, законопостановы нарушать теперь это... Да, в порядке вещей. Да. Это как хороший тон такой. Вот я нарушаю. Я могу себе позволить. Да. Так есть постановка обмина. Тимошенко ее подписывала. Вот. Где написано... По зоне отчуждения буду говорить. Там и по другим этим написано. По Минерго и по этому регулятору. А по зоне отчуждения написано, среди трех этих руководителей хотя бы один. должен иметь освету, образование и опыт работы с радиоактивными материалами. Хотя бы один. Хорошо бы, чтобы все были. Вот. Но не сложилось. Поэтому нынешнему правительству, правительство его назначает, всех трех, там не нужны люди, которые знают и умеют обращаться сразу. Не нужны люди, которые умеют обращаться с финансовыми потоками. Ну, у меня все-таки, видишь, есть подозрения, да, вот, что и премьер, и президент, вот, я только про них двух говорю, вот, они все-таки, цель-то у них другая, не управление деньгами, вот, а все-таки навести порядок в этом. К сожалению, чтобы потом большое руководство образовывалось, нужен Чернобыль. О, вот Чернобыль произошел, Рыжков что сказал? А мы шли к этому. Ну да. Ну, надо, чтобы Чернобыль произошел, чтобы он понял, что мы шли к этому. А когда мы шли к этому, не было понимания. Да, он не видел, да. Вот, да. Поэтому, либо современные, они все-таки, к сожалению, никто из них Чернобыль не читает, и вообще не знает, что такое Чернобыль. Водолазов только знают Чернобыля, и херуев направо-налево раздают. Ну, да. Ну, кино опять надо. Вот твои эти, наверное, ну, видишь, я-то ерунду говорю, я не в ту тему говорю. Надо какой-нибудь из себя кадры найти, который попробует что-то до того руководства довести. Хорошо. Вот, поэтому вот не на пессимистическое, а на оптимистичной ноте закончил. Добрый. Вот. Люди учатся все-таки, надеюсь. Хорошо. И даже руководителя. Но к калашнику это не относится. Я это записал. Ты наконец-то назвал фамилию. Спасибо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok